Эта тема стала одной из ключевых на расширенном заседании собрания депутатов Алатарского района. Республика намерена поддерживать самые интересные агропроекты. За прошедшие 4 года действия программы поддержка начинающих фермеров, 7 крестьянских фермеров и хозяйств выиграли конкурс и получили государственную поддержку в виде гранта. В 2015 году на развитие сельского хозяйства оказана государственная поддержка на сумму 59,4 миллиона рублей или 133,2% в 2014 году. Малые формы хозяйственные продолжили дальнейшее развитие. С начала реализации национального проекта развития АПК почти каждая вторая сельская семья района воспользовалась льготными кредитами на развитие личных подворий на сумму 816 миллионов рублей. Малый и средний бизнес – источник пополнения бюджета района. За 2015 год его не удалось задействовать в полной мере. Министр финансов Светлана Янилина уверена, что собственные доходы могли бы вырасти в разы за счет эффективного сбора налогов и борьбы с неформальной занятостью. Минтрудом были доведены целевые показатели по уменьшению скрытой серой занятости. Целевые индикаторы были доведены. Это 770 человек. Как видите, на слайде практически работа не проведена и не выявлена. На сегодняшний день мы имеем нулевой результат. Я вот также на слайде посчитала, если бы вот этот 770 человек выявилось и, соответственно, определилась бы заработная плата даже размером урод, исходя из нормативы отчисления НДФЛ, посчитала доходы местного бюджета. То есть это позволило бы еще увеличить собственные доходы Алатарского района на более чем на 10 процентов. 11,2 процента. Вот где наши резервы, где мы должны работать. Развитие предпринимательства – это еще и новые рабочие места. Будет где работать и жить, тогда молодежь не станет уезжать из родных мест, сказал Михаил Игнатьев и тут же внес конкретное предложение. Мы можем по программе «Молодая семья», по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выйдет больше средств для развития бизнеса, для развития реального сектора экономики. Но вы должны найти место, где эти специалисты будут жить, или мы должны совместные деятельности, совместно с предпринимательским сообществом построить один хороший, прекрасный микрорайон или населенный пункт и назвать вот деревня 21 века, где будут все условия, все удобства. Люди будут ходить, гулять, радоваться, улыбаться, на великах кататься. Но для этого должен развиваться бизнес. Нам нужна аргументация. Вот я готов практически совместно с депутатами Государственного совета, с коллегами своими все это скорректировать. Примером многолетней добросовестной работы стали трудовые династии. С ними глава республики встретился после заседания. Сульдины Рузавины 136 лет отдали лесной промышленности. Их династия началась с Валентина Григорьевича. Он родился в селе Алтышево и 41 год проработал на местном лесокомбинате. Сегодня семью возглавляет Геннадий Валентинович, заместитель директора Алатрского лесничества. Любовь к природе он передал и своим детям. Династия как бы дает преимущество то, что работая, всегда знаешь, что за плечами стоит старший, который больше знает и глубже в этой отрасли. Всегда он может подсказать, помочь в своей работе. Общий трудовой стаж членов семьи Прокошенковых-Марушиных – 204 года. 8 лет назад они открыли свое деревообрабатывающее предприятие. Теперь лес для них еще и семейный бизнес. Если привыкли трудиться с детства, так вот и пашем до сегодняшнего дня. Это останавливаться не приходится. Работаем, наращиваем темпы, объемы. Мы стараемся быть полезным обществу, людям, привлекаем население поселок, трудовый ресурс. Люди не разъезжаются, стараются остаться и быть нужным семьям. Такие люди неравнодушны и к проблемам районного масштаба. На встрече обсудили качество местной питьевой воды и развитие дорожной инфраструктуры. Решение этих и других вопросов станет приоритетным для администрации района. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.